Это не историческая реконструкция, а самые настоящие рыцарские бои. Схватка происходит при полном контакте. Ежегодные соревнования рыцарей проводят в польском замке Мариенбург – одном из самых больших в мире. «Это было ужасно, очень сложная битва. Мы сражались против английской команды. Борьба за четвертьфинал была очень непростой». Сражения ведутся один на один, а также между командами по три, пять и шестнадцать человек. Победителем становится та команда, которая удастся повалить на землю всех участников команды противника. «Здесь нет слабых команд, поэтому пришлось приложить все усилия, выложиться на все сто. В этом спорте иначе никак. Если ты сам не упадёшь, твой противник рано или поздно упадёт». Сражение не хаотичное. У каждой команды есть своя тактика ведения боя. «Наша тактика проста. Формируемся напротив стены, защищаем спины. Сначала нацеливаемся на самых больших парней. Вот только не всегда она работает так, как мы ожидаем». «Я делаю это ради адреналина. Сражаешься с людьми, а потом садишься и выпиваешь чашечку кофе или чая. Мне нравится». А это уже рыцари девушки. Никаких поблажек. Сражаются в том же обмундировании и тем же оружием, что и мужчины. Есть участница даже из далёкой Японии. «Мне понравилось сражаться в битве, но я не такая выносливая. Это очень хорошие бои. Миниатюрная японка оказалась гораздо более серьёзным противником, чем выглядела. Маленькая, но сильная». Тактика у женщин обычно проще, чем у мужчин. «Повалить их на землю – вот моя единственная тактика, повалить их. Я каждый раз кого-то валила на землю вместе с собой, так что нормально. Нам пришлось много бегать, потому что участницы из других стран были тяжелее нас. Поэтому пришлось побегать». В этом году большинство призовых мест взяли поляки, удивив тем самым победителей прошлого года американцев. Впрочем, многие соперники в этих боях в реальной жизни давно уже стали хорошими друзьями. Соревнования длятся четыре дня. За это время их посещает около 30 тысяч человек.